Итак, мы продолжаем исследовать то, что говорит Тора о супружеских отношениях, об отношениях мужчины и женщины. Еврейская традиция говорит так, что человек, который живет без жены, он живет без благословения, без добра, без Торы, без защиты и без мира. И вот как расшифровывают это еврейские мудрецы. Что значит без благословения? Только когда человек сеет, на нем пожнется благословение. Человек же, не имеющий семью, уничтожает свое семя. Что значит без добра? Только тогда, когда у человека есть будущее, есть у него добро. Этот же сам губит свое будущее. Что значит без Торы? То, что вся суть Торы заключается в том, чтобы быть инструментом обновления мира. в руке того, который занимается ею. Как это обновление мира называется? Справление мира. Тикун Алям. Это мнение совершенно отлично. От христианского мнения. Христианское мнение так. Мы должны отделиться от этого мира. Отречемся от этого мира. Отрекнем его прах с наших ног. Не нужны нам золотые кумиры. Заповедь не создать себе кумира. Все по Библии. И что надо уйти? Отречься от этого мира. И хай воно горит. Оно сгорит и без нас. И с нами сгорит. Но главное еврейская мысль, что мы должны кем быть? Светом. Мы должны быть солью этого мира. А как мы будем светом этого мира, если мы о него совершенно отделимся? Да, мы в духовном мире должны отделиться. В духовном смысле. Но в физическом мире и действовать, и жить, и помогать. Это значит быть солью земли. Это значит что? Служить, хранить мир. И исправлять мир. Но как мы можем исправлять мир, если у нас нет мира в своей семье? Да? Если у нас нет семьи. Как мы можем исправлять других? Если мы не находимся в гармонии в своем доме. Поэтому без Торы. Связь суть Торы заключается в том, чтобы быть инструментом обновления мира в руке того, кто занимается ею. Что значит без защиты? Нет у человека иной опоры, щита и прикрытия против злых ветров и дурных созданий, кроме дома его. Дом – это крепость, и семья защищает его. Можно иметь самый хороший, самый крепкий дом. Ну, скажите, разве стены защищают крепость? Крепость защищает люди, да? Что-то там пикает. Поэтому, если нет мира в семье, то что? Нету защиты. Нету мира. Нету защиты. Все значит без мира. Человек находится в мире с самим собой и со всем, что его окружает, когда семейная жизнь его счастлива и благодатна. А человек, не находясь в таком мире, сравнивает свой удел с уделом другим. Благословение, любовь и согласие, а у него все наоборот. Неужели мир поселится в его сердце? Вся жизнь его проходит зависть, злоба и раздражение. И отношения его с другими людьми полны изъянов, так как он сам не в ладу со своим сердцем. Так говорит еврейская мудрость. Таракатик Бава Батор сказал Рава, берущий в жены женщину должен обратить внимание на ее братьев. Сыновья большей частью похожи на братьев матери. Из книги Бен Сиры. Русская традиция это Бен Сираха, да? Приобретение жены – начало всех приобретений. И там же в книге Бен Сиры нет забора – потравится виноградник. Нет жены – скитайся бездомный. Таракат Елкут Шимани говорит. Каждый, кто женится на достойной женщине, словно исполняет всю тору от начала и до конца. И ему говорит писание. Жена твоя – цветущая виноградная лоза. Еще такое еврейское изучение из Танадве Ильягу. Тот, кто берет жену ради исполнения Божьей заповеди, воспитывает детей, спасающих Израиль в час беды. Комментарий Берешит Раба говорит так. Мужчина может найти себе жену только с помощью Всевышнего. Иногда он находит свою нареченную, иногда она находит его. Таракат Сота. Сказал Раб. За сорок дней до формирования плода в небесах объявляет. Такая-то назначается такому. Что означает? Только ведь тень Адама сыны – обман человека сыны. Взвесить ли их на весах, они словно тень все вместе. Это Тегелим 62, дробь 10. Псалмы 62 по еврейской традиции – это значит разница в единицу по христианской традиции, может быть. Да. Только ведь тень Адама сыны – обман человека сыны. Взвесить ли на весах, они словно тень все вместе. Обычно говорят, такой-то берет за себя такую-то, но только тень Адама сыны. То есть, если он не берет за себя ту, которую выбрал, или такая-то выходит за такого-то, но обман человека сыны. Если она выбирает не того сына человека, да? И они сами, только тень все вместе, если они выбирают не того, кто предназначен им Богом. Так, хорошо. Теперь мы давайте посмотрим о заповеди. Берешит, 27-28. «И сотворил Бог человека по образу своему, по образу Божьему, сотворил его мужчину и женщину, сотворил их. И благословил их Бог, и сказал им Бог, «Плодитесь и размножайтесь, наполняйте землю, и обладайте ею, и владычествуйте над рыбами морскими, и над птицами небесными, и над всем живущим, что ходит по земле». Здесь у нас в электронном виде есть Тора в компьютере. Так, прошу, прочтите. Что сказал Бог Адаму и Йове? Субтитры создавал DimaTorzok Урду Бидгат. Так, значит, смотрите, ключевые какие мы слова говорили? Пру, рву, так, ма-лу, ма-лау или ма-лу, так, дальше кавша и р-ду. Давайте мы эти слова, которые содержатся в заповеди Божьей, разберем. Итак, сказал, да, Бара, Бара Элогим, что? Человека. Как? Захар Венакива Бара Атам. Да? Захар Унакива Бара Атам. Мужчину и женщину, что сотворил их. Захар – это что означает? Мужчина. Захар. Мужчина. А женщина как будет? На-ки-ва. Так. Женщину и мужчину, что сотворил. Когда говорится, сотворил Бог человека, человек употреблен как? В единственном числе, да? Не сказал, что Бара Анашим. А кого сказал? Бара Атам. Одного человека. Но мы видим, что тут же грамматическое несоответствие, да? Женщину и мужчину, что сотворил их, да? Значит, Захар Венакива Бара Атам. Значит, мужчину и женщину сотворил их. Вот смотрите, Захар, еще мы помним, глагол означает что? Память, да? Память. Захар. Зикарон, да? Зикарон, память. Захар, помнить. И мужчина что должен? Да, заповедь, помнить и делать заповедь. Видите, мужчина и женщина тоже может делать заповеди, да? Но вообще-то некоторые заповеди Бог не требует женщины, потому что у нее немножко другая задача. А задача мужчины что? Изучать Божье наследие, помнить его что? И притворять в жизнь. Как интересно, когда... Помните, Адам и Ева были. И насчет вот этого яблока или другого плода с дерева познания добра и зла. Как ссылается Ева? Помните? Ева ссылается на Адама. Потому что Бог сказал, да? Не ешьте с этого дерева. А Ева еще добавила, не прикасайтесь к нему. Говорят, что Адам поставил ограду, да? Адам сказал Еве, да? Значит, какая правила, задача мужчины? Помнить и правильно, правильно передать жене, да? Если бы он более правильно передал Тору, и если бы она была более послужна мужчине, то, наверное, не было бы некоторых проблем, которые мы имеем сейчас. Правда? Ну, все в руках Божьих, и все, как говорится, для Бога заранее все это знал. Итак, значит, мужчины образуют духовную цепь, соединяющую начало и конец истории. Деятельность мужчины относится не только к настоящему. Он обязан помнить о задачах, поставленных перед Всевышним, должен знать прошлое и ощущать эту неразрывную связь. Мужчина сосчитывает историческую преемственность. Он выбирает себе дело, создает свое положение в обществе, а женщина, объединяясь с мужчиной, получает то и другое. Она вступает в его дело и разделяет с ним его положение. Женщина рядом со своим мужем исполняет собственное предназначение в особой сфере деятельности. В союзе с мужчиной она признана выполнить определенную свою задачу. И одна из задач женщины быть хранительницей. Хранительницей. Теперь давайте откроем пророка Иермиягу 31-22. Прочтите, что написано в русском переводе. Я вам уже говорю, что тот катонический перевод, который мы читаем в данном отношении, неправильный. Значит, пророк Иермиягу 31-22. Сначала прочтите то, что у вас написано в каноническом переводе. Кто нашел? 31-22. Да. Я нашел. Да. Прошу. Прошу. Долго ли тебе скитаться, отпадшая дочь? Ибо Господь сотворит на земле нечто новое. Жена спасет мужа. Сразу вам говорю, что в еврейском тексте нет ни слова муж, ни слова жена, ни слова спасет. Самое интересное, да? Как у вас в еврейском переводе? Да. Да коли ты будешь избегать меня, дочь заблудшая, ведь сотворил Господь нечто новое на земле. Жена будет искать мужчину. Так. Еще оставьте там. Сноску найдите. Вот это солью. Итак, смотрите, что написано. Там написано так. Бара Гашем Хадаша Баарец. И сделает Бог что? Новое где? Баарец. На земле. На кива, тесо, вива, тесавив, тесавив, гевер. Так, на кива, тесавив, гевер. На кива. На кива. Следующее слово. Тесавив, 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 гевер. На кива, это мышь, не жена. Если бы жена, это было бы какое слово? Иша. Да? А здесь на кива. То есть говорится о женщине. Здесь вообще в контексте. Говорится о чем? О том, что сравнивается народ Израиля до Сиона, да, как заблудшее. Но она обретет мужа, да? Мужа, здесь не сказано, что женщина каким-то способом, молитвами и так далее спасет мужа. Может такое быть. Но в данном конкретном, значит, что она сделает? Тесавив. Что же означает слово тесавив? Пожалуйста. По номерам стронга. По номерам стронга здесь поворачиваться, крутиться, вертеться. Идут еще много значений в зависимости от того, в какой форме стоит этот глагол. Сейчас. То есть, видите, савив, савивон, волчок, или дрейдл по-едышески. То есть означает вращаться, кружиться, окружать что-либо, да? Вообще-то дословно это получается так. Женщина окрутит мужчину. Да? Эвер – это мужчина. Вартан – это мужик. На еврейте. Значит, женщина окрутит мужчину. Еврейские комментаторы говорят, что женщина ограждает мужчину. Она кружится вокруг него, да? Она ограждает. Она со всех сторон. Знаете, как электронное облако. Вот нет? Что электрон движется по орбите. Но он так быстро движется, что вокруг центра, вокруг ядра образуется целое электронное облако. Вот такое облако из женщины. И оно что? Окружает. Окружает женщину мужчину. То есть женщина что делает? Она защищает его от всех ошибок, которые он совершает. Она помогает ему стать на правильный путь. Она обеспечивает его вот тем миром, уютом, да? Когда знает, что он будет всегда чисто одет, в тепле. Обед будет приготовлен. А как вы думаете, если женщина сама работает где-то еще на производстве? Может она осуществлять эти функции? Поэтому по большему плану у женщины есть определенное рабочее место, да? И ее задача что делать? Окружать. Окружать мужчину. Не спасать. Женщина мужчину не спасет. Спасение утопающих делал рук самих спаечных. Если ты не покаешься, у тебя никакая жена, никакие дети не спасут. Согласны? Но она ограждает, окружает мужчину. Вот это ее деятельность в семье. Но иногда две опасности. Во-первых, женщина может потерять себя, как говорится, потому что все ради мужа, все ради детей. Это неправильно, правда? Но бывают случаи, когда женщина пытается владычествовать над мужчиной, захватывать над ней власть. Но она не должна делать. Она что должна? Ограждать мужчину. Не спасать, а ограждать, окружать. Теперь опять перейдем к тем заповедям, которые дал Бог. Плодитесь, размножайте и наполняйте. Да? Смотрите. Пру. Что означает? Плодитесь. Будьте плодовитыми. И это говорится не только о плодях, как о детях, да? Но и о духовном плоде, и о плоде рук твоих. Пру. У-рву. Рав. Корень рав означает увеличиваться, да? Размножаться. То есть плодитесь, первая заповедь. У-ру. Размножайтесь. Так? У-ма-лу. У-ма. М-а-л-у. Вот так это. Если мы апостол. М-а-ла-у или М-а-лу. Значит, заполняйте у-ма-лу-эт-га-арец. Заповедь плодитесь. Пру. Указывает на брак. То есть, мы говорили брак, в действительности супружества, союз мужчины и женщины. Целью воспроизводства потомства. Дети воплощают божественный образ, по которому сотворена первая пара людей. Активное мужское начало свойственно отцу и восприимчивость к духовному присущей матери объединяется в ребенке, образуя новую личность, новый вариант из запаса человеческих генов. Рвум или ра-ву, да, рвум, там шва стоит, короткая глазка. Разношайтесь, указывает на семью. Цель семьи какое? Рождение и воспитание детей. Потому что представленный самому себе человек, ребенок, он выходит из-под контроля, он дичает, и он подобен как дикому ослу. Помните? Дикому ослу. Невоспитанный ребенок подобен к дикому ослу. Поэтому произвести на свет ребенка – это еще не все. В русском языке, опять-таки, что мы говорим, то мы и имеем. Главная задача – это что? Родители. Родил и все. А дальше? Будем думать, что дальше будем делать, да? В еврейском языке вы говорите «го-рим». Горим. Горим. То есть, что? Мы помните, да, «го-р», «го-рим» от слова «мара» – учитель, наставник. «Тора» – учение, наставление. «Гей» переходит в «м» и в «т». Итак, родители в еврейском понятие – это кто? Наставники. Если ты не родил ребенка, но ты, если учишь его, обучаешь и заставляешь, то ты кто? Родитель. Ты родитель этого ребенка. То есть, «пру» означает увеличивать, а также воспитывать. И успешное воспитание ребенка является плодом совместных усилий родителей. Видите, я еще раз скажу, что то, что я сейчас скажу, может быть воспринято некоторыми христианами, так же, как и некоторые в евреи, в другом смысле. Ну, я так говорю, так, как я думаю. Видите, если мы имеем много-много-много детей, но они у нас растут, как, извиняюсь, грибы поганки возле трухлявого пня, заповесть в «пру» можно выполнить, да? А быть наставниками, быть учителем, можем ли мы это выполнить, заповедь? Нет, да? Поэтому еврейская мысль говорит о том, что для выполнения заповеди «плодитесь, размножайтесь» тоже есть определенные нормативы. Вы понимаете, плохо выполнить заповедь, это еще хуже, чем не выполнить ее. Так говорит еврейская мудрость. Когда вы выполняете заповедь без должного усердия, что вы навозникаете на себя? Проклятие. Потому что проклят тот, кто делал о Господне, делает небрежно. Еще раз говорю, это мое мнение. Если вы наплодите детей и не сможете их воспитать должным образом, будет такое? Похоже? И тогда что, дети вместо благословения могут превратиться в проклятие для вас? Так говорят, ой, ой, сколько же это детей, да? Я вам рассказывал вот один из вас, что не принято Божье имя упоминать в Суе, да? Уехал Авраам к родировку, вот Сара его встречает, там у него любовник. Туда-сюда, куда любовник? Раз, на чердак. Так, приходит Авраам, ой, Сара, ну вот я тут заработал деньги, то, а как у тебя дела? Ой, Аврааша, знаешь, у нас еще маленький будет. Ой, вы, Сара, у нас уже... Вот еще такое, а тебе еще один. Ну, кто же его прокормит? Ну, как евреи говорят, имя Божье не употребляет, а тот, кто наверху. А щеледка сверху голос, не дождетесь. Итак, чтобы выполнить зависть, плодитесь и размножайтесь, мало родить много детей. То, что говорят, что женщина спасается через чьи дороги, там совершенно другой смысл. Если они пребудут в вере, да? Значит, еврейская мысль говорит о том, что нужно для того, чтобы выполнить эту заповедь, по двум школам. Школа Гелеля есть и школа Шамая. И Школьа Шамая говорит, что нужно иметь два мальчика. Ну, Шамай что-то неуважительно относился к девочкам, да? Школа Гелеля говорит, как? Один мальчик и девочка. Уже достаточно для выполнения заповеди. Знаете, слышали, может, такой принцип? Лучше меньше да лучше. Откуда это? Это цитата из Талмуда, да? Говорят, что это Ленин. Но Ленин, вы знаете, в молодости тоже изучал Талмуд. Вот, кстати, вот мы говорили как-то про маму Сталина, да? Нет, она не еврейка. Что Сталин как-то пригласил свою маму в Кремль в 30-е годы, когда она же пришел к власти, посмотрела мама. Говорит, лучше бы ты, говорит, занимался, продолжала заниматься в семинарии. Правда? Помните, какие у Сталина были проблемы с детьми и в семье, да? Он владычествовал всей империей. А в семье у него была трагедия. Да, мы знаем про Аллилуйеву, да, про Васю Сталина. Если их не смотрели, посмотрите. Фильмы соответствующие об этом. Хорошо, потом скажу. Ну, у него не было нормальной семьи, да? У него не было. Хотя он владычествовал всем государством. Он имел все, что он мог себе позволить. То есть, главное не количество, что? Качество. Поэтому я говорю, что нужно заповедь... Я считаю, что те, которые говорят, что нужно иметь столько детей, сколько Бог позволит, Понимаете, есть такие проблемы, когда не могут детей иметь и просят у Бога. Я согласен, да? А то некоторые женщины уже просят, Господи, хоть бы я уже не забеременела. Разве это хорошо? Да? Надо быть разумными. Мы потом будем говорить о мерах противозачаточных и так далее. Какие допустимые с точки зрения тороприменения, какие допустимые. Еще раз говорю, мое мнение, что вообще считается, что для воспроизводства две семьи должны иметь пять детей. То есть, двое или трое детей – это нормально. Не иметь детей – ненормально. Иметь больше, если вы можете их воспитать, для вас это благословение. Если вы не можете их воспитать в вере, то это что для вас будет? Проклятием. И говорить о таком, поставить такую ограду и говорить, что сколько женщина сможет физически родить детей, так и пусть рожает. Это есть неуважение к женщине и неуважение к Богу, и неуважение к себе. И меня спрашивают, как вы к этому относитесь. Я говорю, это просто как? Неумеренная ревность по заповедям. Ревнуют по Богу, но как? Ну, если сжигают сами себя тоже. Глупо. Есть глупая ревность к Богу. Я еще раз говорю, это мое мнение. Может быть, вам кто-то скажет по-другому, но если будет вопрос, за счете стоять, да, то вы должны ответить, как на тесте? Правильно. Сколько по школе велели? Две. Мальчик и девочка по школе Шамая? Один. Два мальчика, да? Хорошо. Это мое мнение, еще разочек. Итак, значит, рву значит увеличивать, а также воспитывать. И рождает человека будущее, начало божественности и человечности. Человеческая культура создается в доме, когда люди ставят именно это своей целью при заключении брака. Следующее. Малу. Малу. Малу, видите, ле-мале, да, означает наполнять. Есть современное слово, милуим. Наполнение, это когда призывают в армию ревизистов. Помните? У нас по-нашему скачки в современном Израиле. Итак, наполнять. А есть еще выражение куча-мало, того же корня. Куча-мало, это не малая кучка, а могучая кучка. Отсюда евреи, которые всегда куча-мало, как называются? Маланцы. Маланцы. Если мы с вами маланцы, значит, мы выполняем заповедь Малу. Малу. Наполнять. Следующее интересное слово. В-кавша. Вот посмотрите внимательно Тору. Если те предыдущие глаголы стоят в каком числе? Пру, ру, да? Малу. Единственное число и какое? Множественное. Да? В множественном числе. То слово кавша стоит в единственном числе. Что означает кавша? Да? Овладевайте. Владычествуйте. Захватывайте. Вот слово каваш означает буквально что? Захватывать. Захватывать. Овладевать. Итак, мы должны владеть. Мы что-то должны сделать своей собственностью. Но еще слово кав. Корень кав. Так, а я не написал кавша. В-кавша. В-кав-ша. Кавша. Видите? Единственное число. Не кавшу, а кавша. То есть, мужчина и женщина должны в этом месте. Как? Как они должны владеть? Овладевать? Как один человек. Поэтому допустимо ли такое, что в семье мужчина имеет свою собственность, женщина имеет свою... Ну, ясно, понятно, что я женскую одежду не одену. Вот, но собственность у нас должна быть что? Общая. Домом и всем остальным мы как должны владеть? Кавша. Как один человек, да? И землей все люди должны владеть как что? Как один человек. И слово кав. Слово кав. Помните? Кавказ. Что такое кавказ? Линия хазаров, да? Линия хазаров. Как будет налоговая инспекция? Москав. Мас. Мас это налог. Мас. Слово мас назначает налог. А кав это что? Направление. Направление налогов. Отсюда русское слово. Вот видите, направление еще на еврейте само слово направление. Кивун. А русское слово что мы делаем? Киваем в каком-то определенном направлении. Итак, слово овладевать. Это значит что-то кавша захватывать, делать своим, да? Причем вот так вот захватываю, вот так, как я схватил. Захватываю, делать своим. И еще показывает что? Направление. Показывает направление. Показывает направление. Хорошо. Показывает направление. Квиса. И еще. Квиса. Квиса означает шоссе. Квиса. Квиса. Квиса означает в современном еврейте шоссе. Или основная дорога. Основное. Квиса. 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 То есть, то же самое шин. Но мы знаем, что шин. Син. Они замещаются. Да? Квиса. Это направление. Вот шоссе. Это главная дорога. Мужчина и женщина. Они как? Один. Они что идут? В одном направлении. В одной дороге. Буквально Квиса. Это дорога, по которой гнали овец. То есть, проторенная такая дорога. Или шоссе. Хорошо. Кто читал или смотрел Дюна? Давно. Там изображен народ, живущий на планете, покрытый песками. Причем, очень мне интересно было изучать их язык, потому что их язык какой-то сходный с арабским. И как там ихний мессия назывался? Какой он там титул? Квисац Гадерих. Или указующий дорогу, указующий путь. То есть, Квисац Гадерих, это по-арабски один из титулов мессии. Указующий путь, да? Отсюда? Квиса. Шоссе тоже. Однокоренное. Хорошо. Еще интересно. Когда Бог создавал женщину, Он создавал мужчину и женщину, как? Сказано, наподобие. Да? А там буквально ки негет. Негет. Значит, негет означает напротив. Эти глаза напротив. Так, посмотрите, нехорошо быть одному, да? И сотворил, да? Подстать ему. В русской Библии. Подстать ему. Негет означает быть против. То есть, женщина может быть против мужчины, а может быть ему помощником. Это слово имеет два значения. Подстать. Подстать, да? И напротив. То есть, напротив него. Подстать ему. То есть, в зависимости от того, какие у тебя отношения с женой. Она может стать твоим помощником. Подстать тебе. Либо кто? Твоим противником. Так. Негет. А если человек против меня, мы какой добавляем? И. Учили иврить сегодня? Тот, кто против меня, кто? Негодяй. Совершенно верно. Видите? Есть слово негодовать. То есть, быть против в русском языке, да? А есть слово годовать? Нет, это слово годовать. Негет. Быть против. Тот, кто против меня, тот против меня, негодяй. На юрите. Итак, женщина может, еще раз, негет. Быть подстать мужчине, да? А может быть как? Быть против. Против него. Против него. Еще еврейская традиция говорит, что муж и жена. И Бог сотворил мужчину и женщину. Значит, Иш. Это что будет? Иш. Это будет муж. Да? Иша. Иша. Жена. В Торе интересно, что Иш написан с Юд. В Торе. А слова Иша Юда нету. Тут подразумевается огласовка И. Но зато какая буква? Гэй. Юд и Гэй. Это что? Сокращенно Божье имя. Я, Га, В. Сущий, да? Юд, Гэй. Божье имя. Если здесь присутствует Бог. Присутствует. Если муж, и жена, и Бог. Итак, в настоящем супружеском враге, как говорят, кто участвует? Человек создан по образу и подобию Бога. Да? И семья в своих отношениях, для того, чтобы воспроизвести детей по образу и подобию Бога, она тоже должна быть троична. Кто должен быть? Муж, жена и шахина, да? И шахина, то есть Бог. И если убрать Юд отсюда и убрать Гэй отсюда, то останется Эш. Значит, еврейская традиция, говорит, что и останется огонь, который сожжет их обоих. Да? Настоящих супружеских отношений, без Божьих отношений, тоже не бывает. Поэтому хорошо, конечно, когда люди, муж и жена, просто живут в мире. Это нормально. Но настоящая по Божьему плану семья какая? Когда шахина присутствует. И шахина скрепляет. Что является скрепляющей частью отношений человеческих? Любовь. Правда? Мы говорили. И Бог есть любовь. И Бог скрепляет это. Хорошо. Но случилась большая трагедия. Хава схавала, чего не надо, хавку свою. И получилась проблема. И дала плод мужу, да? И он ел. Берешит 3.6. А потом говорит, Адам, жена, которую ты мне дал, дала мне плод дерева, и я ел. Видите, как интересно. Да? Значит, вся проблема не в том, что хава согрешила, или Адам согрешил, или змей согрешил. Но вообще тут про змея даже не говорится. Не змей, понимаете, дал плод, да? А Бог, оказывается, да? Все это сделал. Ты дал мне жену, которая мне вот это сделала. Видите, как вся проблема. И что же сказал тогда Бог? Бог дал уже другие предопределения для отношений. И Он сказал, в муках будешь рождать детей. Да? Значит, Бе Ацев. Бе Ацев в муках. Это Берешит 3.16. Бе Ацев. Интересно, что в данном случае слово муки не подразумевает только физическую боль. Скорее, Ацев – это видоизмененное слово Азав. Означает отпускать кого-либо неохотно. То есть, слово Ацев связано с понятием отрекаться. Отрекаться от себя. В муках будешь рождать детей. С другой стороны, смотрите, как часто женщине бывает трудно отречься от своего ребенка. Очень много проблем в молодых семьях связаны с этим. Согласны? Мать дочери не отрекается от своей дочери. Правда? И мать сына не отрекается от своего сына. И в результате какие возникают? Очень большие проблемы. Поэтому в муках будешь рожать. С другой стороны, что? Да. Это своя способность к самопожертвованию уже будет для тебя мучительной. Правда? Мучительно будет отрекаться от своих детей. Слово Ацев связано с понятием отказываться отрекаться и является исключительно важным для определения предназначения мужчины, как и женщины. После того, как они съели запрещенный плод, он сказал, значит, что будешь, да, буквально, бе-а-цавон, бе-а-цавон, та-ах-ле-ха. Мужчина будешь, бе-а-цавон, та-ах-ле-ха. Женщина будет, бе-а-цавон, рожать, так? Бе-а-цавон, рожать. А мужчина, что? Бе-а-цавон, та-ах-ле-ха. А в русском языке в поте лица будешь есть хлеб свой. Как ем, так потею. Как ем, так потею. Ох, булку съел, спотел. Понимаете? Видите, русский перевод, ну, хороший перевод, я ничего не скажу. Но все-таки мы должны изучать язык оригинала. Вот, в поте лица буду есть хлеб. А что? Значит, видите, бе-а-цавон, отрекаясь от себя, будешь мужчина добывать пропитание. Если раньше женщина рождала, по назначению, я не знаю, родила ли она, допустим, где-то в Эдемском саду, тут есть разные мнения по этому вопросу, я сейчас не буду об этом говорить. Это споры, как говорится, многие ненужные. Но, по идее, по плану, женщина должна была рождать легко, да? Да, я еще раз говорю, здесь и физических мог какие-то, но в данном случае я хочу подчеркнуть это положение. То теперь женщина, когда рождает детей или отдает детей в новую семью, она что делает? Мучительно отрекается, отрицается от них, да? Вот, отрекаясь от себя. А если раньше Адам все делал в саду, и это для него не требовало какого-то самоотречения, то теперь, чтобы пойти работать, что надо? Отрекаясь от себя, да? То есть, смотрите, когда муж, мужчина и женщина вступают в супружеские отношения, каждый из них должен отречься от чего-то. Не могут они жить так же, по тем же привычкам, по тем же законам, как говорят, там, мужчина со своими друзьями гуляет, да? Женщина занимается тем, что она раньше занималась до супружества. Но теперь надо что? Отрекаться. То есть, что же делает хлеб с хлебом человек? Отрекаясь от себя, будешь добывать пропитание, да? Вот, то есть, то, что там написано, поте лица будешь есть хлебской, в действительности, отрекаясь от себя, будешь добывать пропитание. Итак, женщина рождает детей в муках, или что? Отрекаясь от себя. А мужчина, отрекаясь от себя, что? Добывает свой хлеб. И это очень важно. Потому что, если ты собираешься вступить в супружеские отношения, и не собираешься отрекаться от себя, будут большие проблемы. Правда? Не будет настоящих отношений с завета. Значит, не поддаваться чувственным соблазнам, отказываться от удовлетворения своих самых заветных желаний ради более высоких целей. Во имя долга. И так найдешь свое счастье. Вот задача, которая требует и от мужчины, и от женщины напряжение всех сил. Потому что только решив их, они могут сохранить себе божественное начало и реализовать. И так, женщина, отрекаясь от себя, воспитывает детей, рождает их, воспитывает и отдает новую семью. Мужчина, отрекаясь, добывает себе хлеб. И он пообещал женщине, во много раз умножу отречения твои. То есть, еврейская традиция говорит, что Бог предсказал женщине большую отреченность, чем мужчине. И так, кто должен быть готов к большей отреченности, если уступают супружеские отношения? Жена. Женщина, жена, да? Видите, как много интересного, я, может быть, очень сильно подробно разбираю эти слова, но это и слова Божьи. Правда, интересно? Значит, если женщина говорит, что вот ты поломал мне жизнь, я вот такая, я вот такая, я там думал стать архитектором, этим дизайнером, я думал стать адвокатом, а ты мне все словал. Если она не готова была на это отречение, то зачем она выходила замуж? Правда? Значит, она отреклась от себя. Хорошо. И рождение детей является для матери как бы непрерывной беременностью. То есть, видите, на иврите беременность Га-ри-йон. Га-ри-йон. На иврите беременность Га-ри-йон. 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 Это не просто беременность 9 месяцев, но беременность происходит от слова бремя, да? Да, Га-ри-йон. Га-ри-йон. Вот. Га-ри-йон. То есть, еще слово Га-ри-йон означает уязвимый и открытый. Га-ри-йон. Уязвимый и открытый. И еще на... Еще Га-ра. Га-ра, видите? Га-ра означает сгорание. Га-ра – гореть. Похоже слово? Кто после этого скажет, что украинцы не замаскированные евреи? Если вы мой еврей послушаете, то вы не найдете ни одного нееврейского слова, да? Хорошо. Итак, Га-ра – это сгорание. То есть, это постоянное отрицание. Сколько у нас еще времени? Значит, это постоянное отрицание. Итак, сколько беременность продолжается у женщины? Постоянно. Постоянно. Постоянно, пока она вырастет детей, если она уже их сдаст, в новую семью. Вот это ее беременность заканчивается. Хорошо. Га-ра, другим, другим,